Коммунальщики теперь несут личную ответственность за сосульки на крышах. В Краснодаре лёд покалечил шестилетнюю девочку. В краевой столице будут выращивать искусственные органы, новые данные по модернизации кубанского здравоохранения. Тепло для богатых. В Славянском районе огромные счета за отопление, а коммунальщикам не платят зарплату. 13-летний подросток повесился в подвале собственного дома вследствие три версии происшедшего. Главные новости края в программе «Факты» на девятом. Добрый вечер. Только прошли морозы и новая опасность для жителей краевой столицы. Ходить под крышами высотных зданий Краснодара опасно для жизни. Из-за потепления талый снег огромными комьями срывается вниз. Прогулка у дома для шестилетней девочки закончилась сотрясением мозга. На голову ребёнку с крыши пятиэтажки упала наледь. Сейчас девочка находится в больнице. Родители ребёнка винят коммунальщиков в халатности. Те, в свою очередь, говорят, что не знают, откуда взялся лёд, мол, у них все сосульки на учёте. Обе стороны выслушала Ольга Музыка. Наталья Смоловская с дочкой Настей возвращались с прогулки. Немного задержались возле подъезда. Насте захотелось поиграть в снежки. Наталья говорит, услышала, как с угла крыши дома с грохотом упал снег. А через пару секунд то же самое повторилось у их подъезда. Я хотела дверь открыть и слышу, только бах, снег упал. И Настя начала кричать, ей на голову упали вот такие вот дины. Мы уже доехали до больницы, ей стало тошнить плохо. Здесь она уже, когда мы кровь сдали, кала сдали, всё как упоздавали, ей она вообще была без сознания лежала. Девочка получила сотрясение мозга средней тяжести. Несколько дней она проведёт в больнице. Сейчас на крыше дома номер 14 в авиагородке, где живёт семья Смоловских, нет ни одной сосульки. Однако ещё прошлую ночь у жителей слышали, как комья талого снега и льда падали на асфальт. Но директор местного рэпа убеждает, быть такого не может. С понедельника по дворам ходит комиссия, проверяет, где есть льд, а где нет. На крыше дома номер 14, согласно отчёту коммунальщиков, льда не было. У нас имеется акт о том, что на данном доме отсутствовали сосульки, сосульки, наледи. И территория вся вокруг дома была очищена. На сегодняшний день никто не может ответить на этот вопрос, откуда образовалось это. Это не наледень, это был твёрдо слежавшийся снег. Но куски не снега, а льда, упавшие на девочку, до сих пор лежат у подъезда. Получается глыба, если не так, собрать до кучи, где-то сантиметров 20 в диаметре. И она ледяная. Вот, видите, вот. Это лёд. Присажьте по башке. Этот лёд коммунальщики просто могли и не увидеть. Оказывается, в ходе проверки комиссия на саму крыше дома не поднималась. Вот визуально сосульок нет. Вот мы подходим к дому, посмотрели. На крыше мы не поднимались, потому что сосульки вот над подъездами. Если они есть, они есть. Вместе с полицейскими мы поднимаемся на чердак. Люк опечатан. Как минимум несколько недель сюда точно никто не заглядывал. На крыше хорошо видно. Бордюр, который должен удерживать снег, находится в метре от края. С этого участка куски льда без труда могли соскользнуть вниз. Впрочем, есть ли в случившемся вина конкретных людей или это всё же трагическое стечение обстоятельств, выяснит следствие. Ольга Музыка, Леонид Мончинский, Александр Кощеев, Нил Ракша, 9 канал, Краснодар. После этого случая в администрации Краснодара было решено усилить контроль за работами по ликвидации мокрого снега и наледи на крышах зданий. Руководители ТСЖ и РЭПов теперь несут персональную ответственность за безопасность жителей. Тем временем в Краснодаре опасно ходить не только под крышами, но и по замёрзшим водоёмам. Толщину льда на городских реках и озёрах измерили спасатели. Она уменьшилась с 28 до 26 сантиметров. И это всего за сутки. Такой ледяной ковёр пока ещё выдержит несколько человек разом, но специалисты считают, что прогулки по тротуарам всё-таки безопаснее. Лёд по своей структуре уже неоднородный. Прошли осадки в виде снега, который затем начал таять. Прошли дождевые осадки. Это нарушило структуру льда, и он уже становится небезопасным. Опасности жизнь людей подвергают и рыбацкие лунки. Многие ещё не успели затянуться льдом. К тому же не обозначены никакими сигнальными знаками. Пешеходы на водоёмах рискуют получить не только экстремальные ощущения, но и поплатиться рублём. За прогулки по льду полицейские могут оштрафовать на тысячу рублей. В порт Темрюк ледоколы сегодня привели три суда. Это Оренбург, Азов-Концепт и Святой Николас. Эти корабли почти две недели были в ледяном плену Азовского моря. Сейчас суда находятся в акватории порта. Планируется, что завтра они пришвартуются, и команда сможет сойти на берег. Но ненадолго. Моряки погрузят на корабли продукты и топливо, и вновь отправятся в путь в сопровождении ледоколов. Ожидается, что этой ночью в другой порт, Ейск, прибудут ещё несколько судов. Всего в Азовском море сейчас работают четыре ледокола Росморпорта. Они должны вывести из опасной зоны 18 кораблей. Караваны также направляются к портам Таганрога, Азова, Ростова-на-Дону. Из-за торосов они продвигаются с небольшой скоростью. Всего в акватории Азовского моря находится... ...в блокаде оказались около 120 кораблей. Большая операция по их спасению началась в субботу. Тогда ледокола освободили четыре судна. А во Владивостоке голодают 11 новороссийских моряков. Как сообщает капитан корабля «Рустика» Тамази Сабиашвили, судовладелец задолжал экипажу больше 50 тысяч долларов. Это зарплата за январь. Официально голодовка должна начаться с 17 февраля. Но реально морякам есть нечего уже сейчас. С 1 февраля они перестали получать средства на продукты, а провизия на судне закончилась. Капитан тратит свои сбережения, чтобы накормить команду, но и его деньги уже на исходе. Экипаж наняла московская компания перегнать судно из Владивостока в акваторию Черного моря. Но корабль оказался неисправным. И с ноября новороссийцы застряли в порту Владивостока. Сначала судовладелец исправно перечислял деньги через посредника. Астраханскую компанию, которая оформила договор найма команды. Проблемы начались после Нового года. Покидать «Рустику» моряки не собираются, ждут своих зарплат. Все вахты несут, все что-то там несут, работают. Никто пароход не покинул, никто не ворует, никто ничего. Мы хотим сдать его в нормальном положении, лишь бы чтобы он зарплату все оплатил. Чтобы потом не было разговора, что вот экипаж там распродал что-то там. Вот такие дела. Мы связались с судовладельцем в Москве. Официальный представитель компании Евгений Чередников рассказал, что положенное морякам перечислили еще 1 февраля, но деньги затерялись в Астрахани. Сейчас зарплату моряков ищет прокуратура Владивостока. И к другим темам. В эти минуты Владимир Путин проводит совещание с руководителями регионов в режиме видеоселектора. Главной темой сегодняшнего разговора премьер определил сложный для страны демографический вопрос и развитие здравоохранения до 2025 года. В этом году на развитие медицины регионы получили больше 600 миллиардов рублей из федерального бюджета. Большая часть из них должна быть потрачена на ремонт больниц и поликлиник, а также приобретение новейшего оборудования. В модернизацию кубанской медицины только в прошлом году вложили больше 7 миллиардов рублей. В поликлиники и больницы поставили 2500 единиц современного медицинского оборудования. Недавно наш регион выиграл мегагрант в 150 миллионов рублей. Эти деньги потратят на внедрение новейшей европейской технологии, выращивание искусственных органов. Депутаты Томской областной думы сегодня утвердили кандидатуру Сергея Жвачкина на пост губернатора региона. Гендиректора фирмы «Газпром» «Трансгаз Краснодар» во время тайного голосования поддержали 32 парламентария из 40. Напомню, кандидатуру Сергея Жвачкина вынес на рассмотрение томских депутатов Дмитрий Медведев. Действующий губернатор Виктор Крес возглавляет регион более 20 лет. Срок его полномочия истекает 17 марта. Сергей Жвачкин предложил Кресу доработать срок до конца. Через несколько дней Жвачкин вернется в Краснодар, а приступить к обязанностям губернатора он планирует в середине марта. В Хадыжинске школьник свел счеты с жизнью. 13-летний подросток повесился на полимерном шнуре в подвале своего же дома. В день гибели ребенка вся его семья была дома. Мать готовила ужин, отчим смотрел телевизор. В какой-то момент они увидели, что мальчика нет в комнатах дома. Через несколько минут подростка нашел отчим в дровняке. Что заставило ребенка покончить с жизнью? Разбиралась Александра Проскурина. Дом номер 14 по улице Громова. Именно здесь решил свести счеты с жизнью 13-летний подросток. По словам следователей, он воспитывался в достаточно благополучной семье. Его отчим вместе с дедом зарабатывали деньги на жизнь. Мать занималась хозяйством и воспитывала троих детей. На вопрос, что же могло стать причиной самоубийства подростка, следователи разводят руками. Раньше он себя вел совершенно нормально и спокойно. То есть, как его характеризуют опять эти сверстники, преподаватели, был совершенно обычным ребенком. Родители совершенно обычные люди, которые занимаются обычными хозяйствами, своими вопросами, растят детей. В школе подросток учился на тройке и четверке. На учете в полиции не состоял. Правда, однажды он все-таки попал в поле зрения правоохранителей, когда разбил окно в школе. И то, как потом выяснилось, случайно. Учителя и соседи отзываются о мальчике только положительно. Он у них как помощником был. Хороший мальчик. У нас дети дружили. Следователи уже опросили и учителей в школе, и одноклассников, и соседей. Но пока понять мотивы подростка трудно. Однако, по словам тех же соседей, ребенок и раньше пытался свести счеты с жизнью. Вот сколько раз сняли с него. Кого? С Димой, что ли? С Димой веревку снимали? Да. Вот последний раз тоже снимали. И эта веревка снимала. Сказала, все равно я повешусь. О не очень хороших отношениях в семье говорят и соседские дети, друзья Димы. У него строгие родители были? У него, да. А что родители делали? Угоняли по огороду. Правда, эту информацию опровергают учителя Димы. Официальных комментариев они не дали. Но рассказали, что мальчик рос в благополучной семье. И о каких-либо скандалах они никогда не слышали. Но это все неправда. Несколько раз таких фактов я не знаю. На данный момент следователи рассматривают три версии произошедшего. Первая – это доведение до самоубийства. Вторая – еще более криминальная. Ребенка могли убить. По третьей версии мальчик сам мог решить свести счеты с жизнью. Возможно, по примеру старших товарищей. За день до смерти Димы на соседней улице повисился его 18-летний знакомый. Александра Проскурина, Валентин Стуканок, 9 канал, Обширонск, Хадыжинск. Это еще далеко не все факты. Вот о чем расскажем через несколько минут. В аэропорт Сочи без пробок. В Сочи запустили аэроэкспресс, который доставляет пассажиров на самолет за 50 минут. Каждый год 200 новых страшных диагнозов. Детская онкология прогрессирует угрожающими темпами. Они спасают людей от морозов, а им не платят. Коммунальная дилемма в Славянском районе. Еще мы узнаем погоду на завтра, а сейчас реклама и сразу же вернемся в студию. Сегодня стали известны подробности необычного дела о задолженностях. Сотрудникам славянских теплосетей систематически не платят зарплату. Такая анонимная жалоба пришла в Краевую инспекцию по труду. В феврале денег за декабрь не было. Инспекторы прогнозировали забастовки, но обошлось. Средства для выплат декабрьской зарплаты нашли. Теперь разбираются с январем. Вообще теплосети должны всем. Газовикам, энергетикам и собственным сотрудникам. А рассчитаться не могут, потому что им не платят за услуги. Разбиралась Ирина Кизельбашева. Задержка зарплаты в организации теплосети для Сергея и Надежды Бондаренко значит полное отсутствие денег в семье. Он мастер участка, она оператор котельной. Но что удивительно, супруги злого начальства не держат. Когда задержка, мы понимаем прекрасно состояние, финансовое состояние нашей организации в связи с большими долгами. Поэтому основная масса нашего коллектива терпит, понимает. Говорят, руководство и так помогает, как может. Тем, у кого действительно были проблемы, выплачивали зарплату чуть ли не из своего кармана. Директор компании рассказывает, с удовольствием бы рассчитался полностью. Вот только когда рассчитаются с самим предприятием. Теплосетям должны больше 50 миллионов рублей. Население не платит за услуги. В свою очередь, жителям района тоже есть что сказать. Например, в хуторе Сербина приходят счета за отопление от 4 тысяч рублей в месяц. Если пенсия у людей 7 тысяч, 4,5 отдай за отопление. И с чем остается? Вот как хочешь, так и живи. Казалось бы, с такими счетами прибыли у теплосетей должны быть колоссальные. Но котельная этого же хутора приносит миллион рублей в год. Убытков. Дело в том, рассказывают коммунальщики, работает она почти в холостую. Отапливает 10 домов до детский сад. Это всего 15% мощности. Но газа и электроэнергии тратит на все 100. И сдержки должны оплачивать абоненты. Когда осваивался миллион тонн кубанского риса, на селе строились многоэтажные дома, строились котельные, мощные, с перспективой развития, расширения этих поселков. А, собственно говоря, в 90-е годы произошла обратная ситуация. То есть произошло выбытие абонентов. Единственный выход, считают в администрации района и теплосетях, ликвидировать убыточные сельские котельные. А их сотрудников перевести на работу в Славянск. У нас есть текущая потребность и летняя потребность, в особенности в операторах котельных, которые будут замещать тех, кто будет ходить в отпуска. А селян перевести на индивидуальное отопление. Для этого нужно проложить новые газовые трубы большего диаметра. Для жителей Славянского района реализация этого проекта – воплощение голубой мечты. Индивидуальная подача газа закроет две проблемы. Селяне будут платить за тепло, как все. Теплосети начнут получать прибыль благодаря котельным Славянске. Но пока планы только на бумаге. Руководство ООО берет долгосрочный кредит, чтобы к концу февраля выплатить зарплату сотрудникам за январь. Вина Кизельбашева, Олег Перминов, Евгений Береснов, 9 канал, Славянский район. Куда пойти учиться, чтобы в будущем не остаться без работы, узнали в Анапе школьники и их родители. В городе прошла акция «Вместе планируем профессиональный успех». Сегодня, поступая в вузы, большинство абитуриентов, как правило, руководствуются стереотипами. А тем временем профессии юриста и экономиста, престижные в середине 90-х, становятся немодными. В ближайшие годы на рынке труда будут востребованы рабочие специальности. Каменщики, бетонщики, маляры прогнозируют специалисты Краевого департамента труда и занятости. На 1 января текущего года в центрах занятости населения в качестве безработных зарегистрировано почти 6 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. И я скажу, что это каждый четвертый безработный. Анализ рынка труда показывает большую потребность квалифицированных кадров для строительно-транспортного, агропромышленного комплексов, для сферы бытового обслуживания и торговли. Встреча с потенциальными работодателями и представителями местной власти позволила старшеклассникам сверить часы и определиться с будущей профессией. Акция «Вместе планируем профессиональный успех» проходит в Крае уже десятый раз. На самолет без опозданий. Сегодня в Сочи специальный железнодорожный состав совершил первый рейс. Его маршрут от станции Сочи до аэропорта. Прямо с платформы пассажиры попадают практически в зал ожидания вылета. Уже с завтрашнего дня Аэроэкспресс будет ходить регулярно. Время путешествия всего 50 минут. Для сравнения, на преодоление того же пути, но на автомобиле, особенно в разгар курортного сезона, порой требуется три часа. Кстати, цены на Аэроэкспресс тоже заметно отличаются от такси. Стоимость бизнес-класса 350 рублей, место в стандартном вагоне 200. Такси же обойдется минимум в 800 рублей. Сегодня же в Сочи состоялось еще одно железнодорожное открытие. Сбойка тоннеля на пути Адлер-Красная Поляна. Это сложный технологический процесс, больше напоминающий шоу. Подвой сирен, внутри горы раздается глухой стук. На скале появляются первые трещины, а через пару минут, под общее ликование, тонны грунта обрушиваются прямо зрителям под ноги. Это был самый сложный тоннель. У нас постоянно возникали сомнения в реалистичности реализации этого проекта. Тем не менее, усилиями инженеров, строителей, руководителей проекта, самоотверженным трудом рабочих этот проект реализован. Тоннель делали с помощью вот такой буровой машины, сантиметр за сантиметром. Огромные железные щиты буквально вытачивали проход сквозь скалу. Это последний тоннель новой железнодорожной ветки, по которой гости и спортсмены из аэропорта смогут без проблем доехать в горный олимпийский кластер. В эти минуты пациенты Краевой детской больницы запускают в небо десятки воздушных шаров. В них заветные желания. Детей, которые вынуждены месяцы проводить в отделении онкогематологии и каждый день вести борьбу со страшным заболеванием. Сегодня Международный день детей больных раком. В нашем крае с каждым годом число заболевших детей увеличивается на 200 человек. Впрочем, такая тенденция по всей стране. Но в то же время врачи говорят, что это потому, что выявлять заболевание научились на самой ранней стадии. В Краевой детской больнице в прошлом году врачи прооперировали около 600 маленьких пациентов. Так о чем же мечтают эти дети? Леонид Манчинский. Егору Рудакову врачи поставили страшный диагноз – опухоль в брюшной полости. Медики диагностировали четвертую стадию болезни. Слишком много ушло времени на поиск причины плохого самочувствия мальчика. Для нас это было, конечно, ну, удар просто. Как и для любой матери, которая услышит такое. Кажется же, что с тобой никогда такого не случится. Егору удалили опухоль, но это стало только началом мучительного и долгого лечения. Сейчас мальчик готовится к пересадке костного мозга в Санкт-Петербурге. Егор лечится в детской онкологии. Всего в крае около 800 таких маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Для каждой семьи это большое горе и большое испытание. Сегодня в Краснодаре, чтобы помочь детям, прошла акция «Капля крови ради жизни». С утра в городе работал мобильный комплекс заготовки крови. Для пациентов в детской крово-клинической больнице устроили сказочное представление. После для Егора и других детей прямо в больничной столовой накрыли праздничный стол. Под потолком здесь десятки воздушных шаров. На каждом из них маленькие пациенты написали свои желания. Хотел бы собаку какую-нибудь такую породистую. На вопрос, почему не пожелал, к примеру, поскорее поправиться, Егор ответил сразу. Сказал, что с ним всегда рядом мама, а значит, все будет в порядке. Тем временем сегодня во всех школах Краснодарского края закончились незапланированные каникулы. Теперь кубанским школьникам, которые занимаются пять дней в неделю, придется наверстывать пропущенный материал по субботам. Остальным учителя будут вводить дополнительные уроки. Ребятам придется, наверное, восполнить пробел знаний за счет частично весенних каникул и за счет дополнительных занятий либо по субботам, либо продлений учебного года. Напомнил, в прошедшую среду из-за сильных морозов уроки во всех школах края были отменены на неделю. Посещать занятия продолжали только сочинские ученики. Там столбик термометра не опускался до предельно низких температур. Детские сады края все это время также принимали воспитанников. Сегодня день памяти воинов-интернационалистов. 23-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана Краснодар отметил шествием и митингом. Студенты с транспарантами и флагами прошли по улице Красной. Колонну возглавил раритетный автомобиль «Уиллис». Завершилось шествие в Чистяковской роще у мемориала с сыном Кубани, павшим в Афганистане. Здесь к молодежи присоединились представители общественных организаций и афганцы. В митинге памяти приняло участие около полутора тысяч человек. С победы стартовали в плей-офф чемпионата России волейболисты Краснодарского «Динамо». Соперником наших земляков по одной восьмой финала стал Кемеровский «Кузбасс». В матче, завершившемся всего пару часов назад, была зафиксирована уверенная победа краснодарцев со счетом 3-0. Серия будет продолжаться до двух побед одной из команд. Ответная встреча состоится в субботу в Краснодаре. Если «Динамо» выиграет и в этом матче, то команда досрочно выйдет в четвертьфинал. В случае же домашнего поражения, все решится в третьей встрече. Она пройдет 25 февраля в Кемерово. Наверняка далеко не все болельщики из Краснодарского края смогли увидеть этот матч. Дорога дальняя, зато рядом со мной наш спортивный обозреватель. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. У которого мы как раз и спросим, может быть мы сможем увидеть этот матч на 9-м канале? К сожалению, на данный момент технических возможностей показать этот матч у нас нет. А вот рассказать, либо у вас, либо у меня, такая возможность появится в следующем выпуске. Ну а прямо сейчас к другим новостям спорта. Ольга Кучеренко стала лучшей спортсменкой Кубани в январе месяце. Такой титул краснодарской легкоатлетке присвоили жители края по результатам голосования интернет-портала «Кубанский спорт». Такой наградой Кучеренко удостоилась после выступления на всероссийском турнире Кубки губернатора Краснодарского края. На нем спортсменка показала лучший результат мира, прыгнув на длину 6 метров 91 сантиметр. Но это не единственное достижение прыгуни. В Нью-Йорке на соревнованиях «Милроуз Геймс» – одних из самых престижных соревнований в легкой атлетике – наша спортсменка стала победительницей в секторе прыжков в длину с результатом 6 метров 75 сантиметров. Момент истины для мужского волейбольного клуба «Динамо». Менее получаса остается до старта плей-офф чемпионата России. Соперник краснодарской команды в одной восьмой финала – Кемеровский Кузбасс. Серия будет продолжаться до двух побед одной из команд. Первый матч проходит сегодня. Ответная встреча состоится в субботу в Краснодаре. Третий матч, если он, конечно, понадобится, состоится 25 февраля там же в Кемерово. Мы будем следить за ходом трансляции и сообщим подробную информацию о встрече уже в следующем выпуске «Фактов». Седьмую победу в рамках единой лиги ВТБ одержали баскетболисты краснодарского «Локомотива» и сохранили хорошие шансы на выход в плей-офф этого престижного турнира. В отчетном туре железнодорожники играли на выезде против одного из своих непосредственных конкурентов – чешского клуба «Нимбург». Результат – итоговая победа баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» со счетом 71-65. Эти кубанцы занимают пятое место в турнирной таблице, а не в шаге от плей-офф. Сегодня стартовал второй вид Всекубанской универсиады среди вузов. В манеже университета физкультуры студенты-легкоатлеты выявляли сильнейших в семи упражнениях. Сегодня также подвели итоги универсиады по плаванию. В первой подгруппе победу в общекомандном зачете праздновали представители университета физкультуры. Во второй сильнейшими оказались пловцы военного университета. Это был короткий выпуск новостей спорта. Прямо сейчас прогноз погоды. Оставайтесь на девятом и будьте здоровы. Добрый вечер всем. Генеральный партнер прогнозопогоды строительная компания «Югстроинвест Кубань». Это комфортное благоустроенное жилье по доступной цене. Поздравляю вас. В крае установилась классическая сырая кубанская зима. А все признаки налицо. Неуверенные температуры, которые топчутся на месте около нуля и ни туда, ни сюда. Непредсказуемые осадки. Это два. Отчего ждать с неба непонятно. То ли дождя, то ли снега. В общем, сплошные загадки и погодные ребусы. Ну не переживайте, я все разгадаю и все вам объясню. Предлагаю посмотреть на карту европейской части России. Что вам сказать? Ну все развивается согласно утвержденному сценарию. Напомню сюжет. Антициклон ушел. Теперь главный погодный герой этот циклон. Вот он. Сейчас он находится чуть севернее Крымского полуострова. У него нет ни врагов, ни препятствий. Вся эта масса спокойно и уверенно движется на Северо-Восток. Завтра подойдет к нам. Мы уже ощутили приход теплого фронта, да? Теперь на очереди фронт холодный. Насколько это опасно, сейчас расскажу. Многие могут подумать, что если фронт холодный, значит опять будут сильные морозы. Нет, нет, не переживайте. Из-за слова холодный. В целом никакой опасности нет. Просто будет, как вам сказать, неуютно, некомфорно. Но это только из-за сырости и влажности. А что касается температур, то они опустятся незначительно. Ночью будет, как положено. Зимой 1-6 мороза. Днем в среднем от минус 3 до плюс 2. На Черноморском побережье еще лучше, там 3-8 тепла. А главный дискомфорт завтрашнего дня – это осадки. Они будут в большинстве районов края. Так что готовьтесь увидеть дождь, мокрый снег и снег. Это уж кому как повезет. Там, где теплее, естественно, будет дождь, а где холоднее снег. Что касается налипания мокрого снега, гололеда и ухудшения видимости из осадков, то это все будет. Больше всего не повезет западу края. Теплее всего у нас будет рейтинг температур, вот он. В Сочи, в Геленджике и Новороссийске там везде около 7 тепла. А холоднее всего в Тихорецке, в Кропотке, Нермавире днем около минус 2. В Краснодаре ночью умеренные осадки, а днем небольшие. Все будет как в песне, а за окном то дождь, то снег. Главная опасность для Краснодара – это гололед. Он возможен, и это подтверждают температуры. Посмотрите сами, утром минус 1, минус 3, днем 0, плюс 2, вечером минус 1, плюс 1. Все около нуля. Порадует ветер. Он будет слабый, северо-восточный, 5-7 метров в секунду. Давление будет низкое. Прошу вас, следите за здоровьем. Погода нынче обманчива, коварна и обезда. Есть два способа, правда, как избежать проблем. Во-первых, прислушаться к прогнозу. Во-вторых, всегда пребывать только в хорошем настроении, как я. Ну а прямо сейчас сериал Монте-Кристо. Всего хорошего, оставайтесь на 9-м канале. Пока.